друзья мои дорогие всем добрый день продолжаем с вами тему самооценки к сожалению проблема заниженной самооценки знакома очень многим людям да если самооценка заниженная то как правило человек может не недополучать не додавать себе в очень разных сферах своей жизни вообще что такое самооценка это субъективная оценка индивидом своей собственной ценности причем именно знаете как на фоне других людей на фоне общества по сравнению с другими людьми нередко да можно заниженную самооценку как раз проследить потому а какие убеждению человека относительно себя самого что меня нельзя любить я недостойный и прочее можно ее проследить увидеть потому как человек говорит о себе как взаимодействовать с другими людьми насколько зависим от мнения оценок других людей да то есть и конечно же если вы понимаете что с этим что-то не то а у меня есть много эфиров на тему самооценки есть много видео можете другие мои материалы посмотреть то конечно же с этим нужно работать это обязательно стоит прорабатывать чтобы изменить свое качество жизни и я в этом видео с вами поделюсь несколькими такими простыми доступными комфортными и даже интересными техниками для проработки самооценки и напомню вам что у меня есть онлайн курс здоровая самооценка под этим видео есть ссылочка пожалуйста переходите изучайте описание курса кому интересно пишите моему ассистенту все там по ссылочке вы найдете можете до узнать стоимости и записаться курс этот онлайн он для самостоятельной работы вы можете приступить к нему когда угодно там очень много полезных практик там четкий алгоритм для проработки самооценки и так переходим с вами к рекомендациям ну во первых если хотите да что-то наладить в этой сфере то очень важно отслеживать чтобы не было вот этой вот категоричности в отношении себя самого чтобы мне было вот какой-то такой знаете черно-белой оценки своих качеств поступков хороший плохой вот это не сделал уже все как бы не пошло нельзя привязывать свою самооценку к чему бы то ни было к успехам в работе к каким-то благополучным отношениям к своей внешности если завтра какие-то произойдут сложности то вы что провалитесь что ли совсем что еще не надо требовать от себя что прям завтра вот вас по щелчку пальцев самооценка исправится просто держите это фокусе внимание делайте практики делайте упражнения которым кстати мы с вами сейчас тоже несколько из них разберем до маленькие шаги какие-то новые результаты отметили зафиксировали себе эти результаты идете дальше все у вас закрепляется вот эта модель поведения я могу я довожу до результата я сам за себя отвечаю я молодец все я красавчик я красавица все круто и так упражнение которое можно проделать самим собой для того чтобы самооценку укреплять взращивать чтобы все с этим у вас было хорошо упражнение первое называется она квадрат самооценки есть а четыре категории внешность мысли чувства эмоции и действия как делается это упражнение чертите на листе бумаги квадратик до состоящий из четырех квадратиков в одном квадратики мысли в одном внешность в одном чувство эмоции и в четвертом действия и по-честному до опираясь на что больную шкалу где 100 баллов максимум оценивайте а что вы о себе думаете вот по каждому из этих пунктов насколько принимаете не принимаете свою внешность как вы вообще мыслите рассуждаете устраивают ли вас ваши действия как у вас вообще там с принятием своих чувств эмоций и так далее оценивайте по-честному на 30 процентов на 50 процентов может быть 90 процентов и что делать с этим дальше это такое действительно очень емкое упражнение такая вот практика которую можно а скажем так на протяжении долгого периода времени делать по чуть-чуть возвращаясь к ней отслеживая динамику то есть что делать да насколько процентов по каждому пункту у меня сейчас что я принимаю что я не принимаю что я могу сделать чтобы я больше мог принимать себя по каждому из этих пунктов какое действие что-то запланировали поделали по отслеживали еще раз вернулись еще раз замерили зафиксировали можно прям анализировать отслеживать даже в течение дня так а вот что у меня сейчас с мыслями а что сейчас у меня с действиями с бездействием такая очень комплексная емкая практика поэтому вы действительно можете да сами себе такую вот микротерапию организовать второе упражнение очень хорошо работает на внутреннюю опору 10 качеств черт характера 10 каких-то моих навыков все что угодно которые помогают мне добиваться целей добиваться результатов которые мне нравятся на которые я могу опираться вроде простейшие упражнения но многие к сожалению с этим определенной проблемки вот прям надо вот это вот все себе назвать зафиксировать и на каждое из этих качеств вспомнить какой-то эпизод то есть не просто чтобы это у вас абстрактно где-то висело а чтобы сами себе верили ну да я с помощью а там своей целеустремленности вот этого добился я с помощью своей коммуникабельности там вот это вот узнал до следующее упражнение 10 ваших качеств минусов недостатков которые вы в себе не любите который как вам кажется вам мешают выписали что дальше делать с этим около каждого качества пишите его полезную сторону да например вы ленивые но зато в последний момент можете сделать очень эффективно к примеру да то есть или вы там не знаю много разговариваете но зато вас считают там позитивным человеком и вас любят в коллективе то есть на каждое качество негативное как вам кажется написали какую-то позитивную трактовку плюс рядом с этим каждым таким негативным качеством пишите как вы можете его перекрыть и компенсировать например руки я неряшлив в быту но я достаточно зарабатываю чтобы там да пригласить себе клининг к примеру следующее упражнение написать себе прекрасное доброе письмо в котором прям вот вот сколько вспоминается столько и пишите я одобряю в себе это я принимаю в себе это я разрешаю себе это я люблю в себе это я благодарю себя за это то есть вот все что вам вспоминается пишите пишите фиксируйте в это письмо очень хорошо работает вот как раз на наращивание вот это вот свои силы уверенности в принципе на любовь к себе очень хорошо работает да на ощущение вот это истинной любви к себе вот этого вот а истинного принятия еще техника отслеживание негативных мыслей да например вы возможно подводите итоги дня или вы находитесь там в какой такой ситуации в коммуникации где-то еще и вот вы там чувствуете понимаете да то что что-то вот ахо снова я не так выгляжу как-то вот или снова я сейчас чего-нибудь такое корябое скажу ну то есть какую-то вы себе даете там не знаю негативный прогноз негативную оценку прям отслеживайте эти мысли говорить себе стоп да что хорошая про сейчас про себя могу сказать вообще-то я там до подготовился к мероприятию вообще-то меня здесь все знают и прочность отслеживайте свои мысли говорить фиксируйте эту мысль говорите себе стоп и предлагайте себе альтернативную позитивную мысль да то есть и вообще до следующие тоже техника метод отслеживайте то как вы про себя говорите как вы про себя думать думаете прям вычищайте все негативные слова заменяйте их комплиментами да они там вот я медлительный зануда или вот я какая-то там не знаю там худышка или там пухляшка и прочее прочее заменяем я аппетитная я стройная я вдумчивый аналитически подкованный человек ну и так далее да то есть обязательно до формулировать все больше в таком позитивном ключе друзья мои дорогие напоминаю вам да еще раз у меня есть такой прекрасный методичный курс для проработки самооценки там никакой воды там четкий алгоритм что нужно сделать первое второе третье пятое десятое какие упражнения техники проделать чтобы ваша самооценка была здоровой ровной устойчивы чтобы вы жили и радовались и конечно же пожалуйста если будет желание можете обращаться ко мне за персональной онлайн консультации мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч